Да защитит нас Пингвахатеп от нас самих! Александр Циберкин, врач-эндокринолог, автор блога «Занимательная эндокринология». Александр, здравствуйте! Сейчас я предлагаю зрителям проголосовать. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, станет ли меньше сахарного диабета, если из магазинов пропал сахар? То есть, либо станет меньше, либо ничего не поменяется, либо диабета станет только больше. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. А у меня личный вопрос. Сколько мне нужно съесть сникерсов, чтобы у меня начался диабет? Александр, могу сказать, что если у вас еще нет диабета, то, судя по вашей комплекции, у вас еще есть определенный запас шоколадок до наступления диабета. Но, конечно, сколько сказать по внешним данным в сникерсах вам осталось до часа икс, мы, конечно, по достоверным данным не можем. Вернее, по визуальным. Для этого нужны инсайды, так сказать, взгляд изнутри. Но это уже скорее предмет такой более персональной беседы. Отдельно поговорим. Отдельно поговорим, несколько позднее. Да, вот. Поэтому сегодня мы более публично поговорим непосредственно о проблеме сахарного диабета. Сахарный диабет встречается часто, гораздо чаще, чем вы думаете. В принципе, умные люди из различных профильных организаций в последние годы выдают цифру в 10%. То есть, если вы видите перед собой 10 взрослых людей, то у одного из них, скорее всего, есть диабет. Цифру привожу исключительно, чтобы вы впечатлились и представили примерную нишу и клиентскую базу у врачей-эндокринологов. И, соответственно, в связи с такой большой распространенностью сахарного диабета, он оброс большим количеством мифов, которые вы, я думаю, так или иначе слышали. Например, раз диабет сахарный, то явно он берется из-за сахара. Что диабетики, дабы, так сказать, если прожить не счастливую, то хотя бы долгую жизнь должны питаться одной гречкой. Что коварные врачи только и спят и видят, как бы перевести пациентов на инсулиновую иглу и никогда уже с нее, чтобы люди не слезли. Ну и, в принципе, что после установки диагноза сахарный диабет все очень грустно, депрессивно и печально. Поэтому, в общем, сегодня давайте пройдемся по всем этим мифам и разберем, что из этого правда и что нет. Поэтому, ну, начнем мы, дабы все были к окончанию моего выступления примерно на одном уровне, то мы начнем несколько издалека и поговорим, в принципе, про углеводный обмен. Поговорим, кто такой этот сахарный диабет, каким он бывает и откуда берется. Ну и, конечно же, пройдемся по мифам, которые, так сказать, организаторы поручили мне прокомментировать. Да, ну, ввиду некоторого ограничения по времени и того, что я в первую очередь скромный практикующий доктор, да, хочу отметить, что теоретические вопросы мы так или иначе, ну, разберем достаточно поверхностно. Да, поэтому сразу дисклеймер. То есть, безусловно, тема диабета, она очень социально значима и очень интересная. Огромное количество и врачей, и ученых этим занимается, и мы очень глубоко много чего интересного знаем, вплоть до того, какие электроны между какими субъедницами и каких молекул там обмениваются во всех этих процессах. Это все очень интересно кому-то, но этого сегодня не будет. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотели послушать там про белки теплового шока, про цитохроматические переносы электронов или где там цикл Крепса поворачивает не туда в развитии диабета, этого сегодня не будет, поскольку лекцию читаю я, человек достаточно приземленный, меня вот в свое время как-то обозвали врачом-ремесленником, да, у которого нет времени на искусство, то бишь науку, поэтому буду этому соответствовать. Поэтому мы говорим на достаточно примитивном уровне. Это я в первую очередь говорю, да, для уважаемых комментаторов в интернете. Помните, что многое из того, что я говорю, я говорю не потому, что я посягаю там на вечное сияние чистого знания, а в силу того, что мы ограничены по времени, у нас научно-популярная лекция, да, и в принципе не все, что написано в учебниках по биохимии имеет свою значимость в реальном мире. Итак, значит, если мы говорим в целом про углеводный обмен, да, но я думаю все знают, что когда мы что-то съедаем, да, то помимо там чувства сытости и чувства вины нередко в наш организм попадают различные вещества, которые очень грубо, очень грубо можно разделить на всем известные макронутриенты, да, белки, жиры и углеводы. Но сегодня мы говорим больше про углеводы, да, то есть углеводы это в принципе такие сложные молекулы, их очень много, вот мы все видели битвы не на жизнь, а на смерть недавно в лентах новостей, например, за сахарозу, да, это вот сложный углевод, там смесь фруктозы и глюкозы, так вот углеводы в процессе вот преобразования в нашем организме, помимо упомянутого мной в освобождении чувства вины, также, ну, разбиваются на свои фрагменты, в частности, до глюкозы. Глюкоза, соответственно, в кишечнике всасывается в кровоток, увеличивается где ее содержание, и она дальше разносится по всему организму. А вот дальше возникает проблема, что в большинство клеточек нашего организма глюкоза самостоятельно проникнуть не может, да, туда ей путь закрыт, она не проходит фейс-контроль, ей нужна помощь. И помощь берется со стороны поджелудочной железы. В ней, в принципе, много чего интересного, но сегодня нас глобально интересуют бета-клетки, которые вырабатывают, наверное, самый популярный в интернете гормон инсулин. Так вот этот самый инсулин помогает вот пройти глюкозу в большинство клеток нашего организма, то есть он способствует встраиванию в клеточную стенку особых транспортных белков, которые играют такую роль ворот и запускают, собственно, глюкозу в клетки, где она уже там занимается своими глюкозными делами. И, соответственно, уровень глюкозы в крови снижается, бета-клетки это чувствуют, вырабатывают меньше инсулина и возникает баланс до следующего приема пищи, который порой возникает чаще, чем того следовало бы. Это вот что глобально стоит представлять себе про углеводные обмены, помнить слова, да, глюкоза и инсулины. И теперь же, что такое сахарный диабет? Если открыть, в принципе, там страшные врачебные определения, то определение довольно громоздкое, да, но каждое слово в нем имеет очень глубокий биологический смысл. Тем не менее, давайте не пугаться и остановимся на пяти словах, что это группа заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией. Гипермногогликемия, я думаю, вы понимаете. То есть диабет это группа заболеваний, при которых стойко повышен уровень глюкозы. Повышенным уровнем глюкозы на уровне диабета мы считаем показатели натощак более 7 ммл и не натощак больше 11,1. Ключевое здесь слово «группа». Да, вот, кстати, да, вот, красиво. Группа. То есть, что есть очень много причин, почему у человека может стойко повыситься уровень глюкозы. Поэтому сказать просто, что у человека сахарный диабет, ну, это некоторая абстракция. То есть, ну, это все равно, что сказать там, что снаружи вас ждет транспортное средство, да, а что это может быть, там, вертолет, машина или телега, что более реально в нашей ближайшей перспективе. Поэтому, если мы говорим о наличии диабета, то это некоторая абстракция, нужно уточнять, какой тип. Типов диабета очень много, гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, вероятно, чем я знаю. Но в целом выделяют, ну, известный диабет первого типа, диабет второго типа, это вот основные типы. И также отдельно выделяют гистационный сахарный диабет, который возникает во время беременности, и в большинстве случаев завершается с этой беременностью, хотя всякое бывает. И так называемые специфические виды диабета, их очень много, не будем даже в них вчитываться, да, я просто это показываю, чтобы вы, так сказать, да, чтобы набить экспертность и повысить чувство собственной важности у эндокринологов, что они вот такими сложными вещами занимаются. Но глобально поговорим про первый и второй тип диабета. То есть, да, вот симпатичная картинка в интернете, значит, вот этот вот, да, желтый орган, это поджелудочная железа, которая в норме вырабатывает инсулин, да, который способствует встраиванию, вернее, вхождению глюкозы в клеточки. Так вот, при диабете первого типа принципиально, что возникает, инсулина не вырабатывается вовсе, да, соответственно, нет инсулина, глюкоза не может попасть в клетки, повышается уровень глюкозы в крови, возникает диабет. При диабете же второго типа это принципиальный момент, что бета-клетки живы, свой инсулин вырабатывается, но что-то, что-то мешает ему работать. И, соответственно, клетки также не реагируют на инсулин, глюкоза не может попасть в клетку, и повышается уровень глюкозы в крови. Если проводить в дальнейшем аналогию, поэтому еще раз подчеркну, что при первом типе инсулина нет вообще. И принципиальный вывод отсюда, что все, к сожалению, чем мы можем помочь в данной ситуации больным, это только назначить инсулин. Никаких других вариантов, снизить уровень глюкозы у нас по большей части нет. При диабете же второго типа свой инсулин есть, но что-то мешает ему работать. И главный вывод отсюда, что мы, конечно, можем в данной ситуации добавить водички, добавить инсулина и снизить уровень глюкозы, но у нас есть другие варианты. И в последнее время их становится все больше в сфере диабета второго типа. Это принципиальное между ними различие. Откуда же эти диабеты берутся? Ну, как я уже сказал, что при диабете первого типа не вырабатывается свой инсулин, поэтому есть вполне очевидные причины, скажем, если у пациента может не быть поджелудочной железы. Например, вырезали ее из-за онкологии, травмы или алкоголизма. Но в целом в классическом варианте диабет первого типа считается, как написано во врачебных учебниках, иммуноопосредованным заболеванием. То есть собственная иммунная система начинает воспринимать собственные бета-клетки как что-то чужое и разрушает их. И, соответственно, инсулина становится все меньше до развития диабета. Как и при любом аутоиммунном заболевании, считается, что есть определенная наследственная предрасположенность к этому, на которой повлияло что-то. То есть что что-то заставило иммунную систему стригерить на собственные бета-клетки. Считается, что чаще всего это вирусная инфекция. Но, к сожалению, сказать точно, что это у конкретного пациента мы не всегда можем. Поэтому в какой-то степени развитие диабета первого типа носит такой эфемерный характер. То есть как встретить динозавра на улице. Он либо возникнет, либо нет. При диабете же второго типа причина его носит гораздо менее эфемерный характер. Часто ее можно увидеть, а порой даже и потрогать. То есть и кроется она в большинстве случаев в жировой ткани. Поскольку жировая ткань это не просто какой-то склад веществ или косметический дефект. Жировая ткань очень активная. Ткань вне огромное количество всяких интересных клеточек. Но главный из них это адипоциты, так называемые основные клетки жировой ткани. И адипоциты вырабатывают огромное количество самых страшных молекул. Чтение которых является верхом ораторского врачебного мастерства. И там врачи ходят на специальные курсы, чтобы их выговаривать. Я на эти курсы не ходил, поэтому не будем их упоминать. Но смысл в том, что очень много веществ, через которые эти адипоциты влияют абсолютно на каждый орган, на каждую ткань, каждую клеточку нашего организма, в принципе на все. Но главное в нашем текущем рассказе, они влияют на чувствительность ткани к инсулину. То есть снижая ее и вызывая популярное в интернете слово инсулинорезистентность. То есть что собственные ткани организма начинают хуже воспринимать инсулин. В какой-то степени это может длиться довольно долго. Адаптационные резервы нашего организма очень большие, но не бесконечно. И со временем, если все это прогрессирует, то есть увеличивается жировая ткань, прогрессирует инсулинорезистентность, то после возникает некий час икс, что если есть определенное количество сникерсов, и уровень глюкозы начинает повышаться, и развивается сахарный диабет. Поэтому давайте запомним, что для нормального усвоения глюкозы нужен инсулин. Диабет – это группа различных заболеваний, при которых повышен уровень глюкозы. Диабет первого типа связан с дефицитом инсулина на фоне, чаще всего разрушения бета-клеток, и, к счастью, это встречается более редко. А диабет второго типа, при нем инсулин вырабатывается, однако что-то ему мешает, и чаще всего это именно избыток жировой ткани. И на это приходится большинство случаев. Теперь же переходим к нашим легендам и мифам о сахарном диабете. Их очень много. Проводилось голосование, и глаз народа выбрал конкретные мифы. Поэтому давайте по ним пройдемся. В целом я буду отдельно, если это не оговорено в условии мифа, что разделять на диабет первого типа и диабет второго типа. Ну и безусловно, да, я как лектор, у меня есть соблазн, просто нестясь от себя тяну, но в принципе, да, мы в приличном месте, на приличном форме, поэтому, безусловно, про все, что я говорю, у этого есть доказательная база. Я буду приводить ссылочки на модные исследования. Наличие ссылок на исследования – один из критериев профессионализма и популяризатора науки, и, например, врача. Но с непрофессионализмом неприятно сталкиваться в любой области. Мы очень дорожим качеством трансляции. Когда мы искали софт для проведения стримов, оказалось, что продуктов на рынке много. Но то неудобный интерфейс, то какие-то сбои, то не хватает нужных функций. Выбрать нечего. С чем это связано? Может быть, с нехваткой на рынке квалифицированных программистов, в том числе фронт-энд-разработчиков, которые делают программы удобными для нас, пользователей. Хорошо, что фронт-энд-разработчиков готовят наши друзья – онлайн-школа программирования Hexlet. И если вы подумываете о смене профессии, послушайте то, что я скажу. Студентов Hexlet погружают в практику с первых дней. Решив более 400 задач в онлайн-тренажере под руководством наставников, вы учитесь мыслить как разработчик, учитесь переводить бизнес-задачи на язык кода. А можно ли в Hexlet отсидеть, прослушать, получить корку, но ничему не научиться? Это вряд ли. Процесс обучения сконструирован так, что за 10 месяцев вам придется написать 4 реальных приложения. Эти приложения войдут в ваше портфолио и помогут пройти карьерный трек, программу поиска работы в IT. Резюме, письма, собеседования, стажировки в хороших компаниях со всем этим вам помогут. Друзья, найдите время для обучения в Hexlet. Я знаю, это реально. Становитесь фронт-энд-разработчиками. Порог входа не такой высокий. И напишите нам, наконец, достойное приложение для онлайн-трансляций. Все ссылки в описании к видео. А еще обратите внимание на бонус – 5 бесплатных вводных курсов. Миф первый, что если есть много сахара, что раз диабет сахарный, то берется он от сахара. И, соответственно, все зло от него. И, соответственно, возможно, диабета станет меньше. И диабет станет несахарным. Ну, несахарным он, конечно, не станет. Это абсолютно другое заболевание, которое не имеет никакого отношения к углеводам. Но не суть. В общем, вот. Поэтому, если вы, в принципе, меня внимательно слушали, и мы уже знаем, что такое диабет первого типа, то вот вам, в принципе, визуальный и аудиоответ, что на риск развития диабета первого типа это никак не влияет. В его основе лежит именно аутоиммунная агрессия против собственных бета-клеток. Если бы ее вызывал сахар, то человечество бы не выжило. Но в целом, если быть там сильно дотошным, там есть некоторые работы, которые показывают взаимосвязь, вернее, ассоциацию развития диабета первого типа с потреблением цельнозерновых продуктов и белка коровьего молока в определенной жизни периода детей. Но это там, да, в общем, глобально к делу отношения не имеет. То есть с сахаром это не связано. При диабете же второго типа, как мы помним, он по большей части связан именно с дисфункцией жировой ткани, что ее становится очень больше. В принципе, если посмотреть на показатель индекс массотила больше 30, что, в принципе, является границей ожирения, то риск диабета увеличивается абсолютно линейно. Ну и как бы если мы не будем никого обманывать, то в целом откуда берется масса тела? Масса берется не из воздуха, а от съеденных калорий, причем, опять-таки, достаточно в линейном размере. И там в целом, да, на 10 тысяч лишних съеденных килокалорий приходится там по полтора-два килограмма массы тела. И тут, ну, как бы главный вопрос, что если калории набраны именно от сахара или от других, да, макронутриентов, то есть от жиров и белков, то варьирует ли риск диабета? Безусловно, ну, как бы это очень логичный вопрос, и огромное количество исследований проведено по этому поводу. Вот, в частности, просто пример одного из них, да, ну, то есть я к тому, что вот здесь в исследовании брали тысячи людей и оценивали в течение нескольких лет, как влияет, что вот одни питались вот по средиземноморской, то есть такой сбалансированной диете, другие по низкоуглеводной и третий по низкожировой. И, собственно, как у них изменялся уровень глюкозы в течение вот исследования этим диетам, как вы видите, да, как бы особо он никак не менялся, не менялся. Ну, то есть есть огромное количество работ, которые, собственно, подтверждают, да, и воспроизводят эти данные. Вот, есть огромное количество метаанализов. Метаанализы – это особый вид исследований, куда сливаются воедино данные многих исследований, там с помощью определенного математического анализа, как бы делаются обширные выводы на основании этих исследований. Вот тоже пример одного из крупнейших метаанализов по этой теме, да, как различные диеты влияют на риск развития диабета. Давайте посмотрим. Тут, как бы, страшные графики, не пугайтесь. Пройдем через них вместе, да, ну, то есть, как бы, вот вы видите там всякие горизонтальные полоски и вертикальную полоску. Короче, если горизонтальные линии пересекают вертикальную полоску, значит, как бы, различий нет. Если же не пересекает, значит, какие-то различия есть. Ну, вот, например, да, что-то, то есть, как бы, здесь вот по табличке они там исследовали здоровое питание, то есть, это вот то, что обычно врачи рекомендуют, да, то есть, там сбалансированное, там, по макронутриентам, то есть, там, половина углевода, там, процентов, ну, там, 30 белки, 20 жиры, там, оптимальные калории, поменьше переработанных продуктов, красного мяса, побольше фруктов, овощей, ну, то есть, вот, что обычно врачи рекомендуют, в общем, если этому следовать, то риск диабета, по крайней мере, по результатам этого анализа, меньше. Если же нездоровое питание, соответственно, то, да, что больше присуще нам всем, да, то есть, что-нибудь съедаем на завтрак, убегаем на работу, там, у кого-нибудь дни рождения, пончики, пицца, вот, потом работаем, прибегаем домой, там, первый, второй, третий ужин, а скоро уже и завтрак, вот, а это ассоциировано с большими рисками развития диабета. Вегетарианское питание, да, диета ДАШ, это вот особая диета, разработанная для пациента с повышенным давлением, средизвенноморская диета, при них риск диабета, ну, показывают, что ниже. Если потребляете продукты с более высоким гликемическим индексом, которые обычные, более калорийны, то риск диабета выше, так же, как и при пропуске завтрака. Вот, ну, и что вот, и, собственно, ради чего я все это показывал, при низкоуглеводной же диете, да, если ограничивать прием сахара, в принципе-то риски диабета значимо не отличаются. И в этом же метаанализе, как на самом деле и во многих других, оценивали также уже не отдельные диеты, а отдельные виды продуктов. И если вот посмотреть непосредственно, да, на, так сказать, углеводы, там различные виды сахаров, везде, ну, достоверных различий получено не было. То есть, как бы от ограничения потребления сахара особо ничего не менялось. Уж если там от чего-то и менялось, то при потреблении большего количества цельнозерновых продуктов, волокон и вот этого всего. Почему? Потому что, да, как бы все-таки в основе, да, в большинстве своем диабета второго типа лежит дисфункция жировой ткани и, соответственно, инсулинорезистентность, а жировой ткани неважно, откуда вы получите 356 калорий из конфеток или, да, из более, так сказать, ПП-продуктов. В нее все равно пойдет все. Вот, миф следующий, да, передается ли диабет по наследству, да, то есть, виноваты ли гены в этом. Ну, давайте разбираться. То есть, я думаю, что здесь можно, в принципе, посмотреть на статистику, да, что в целом в общей популяции диабет первого типа встречается где-то 0,4%. Если же диабет есть у матери и у отца, то шансы выше, а если у обоих родителей, то шансы, ну, совсем уже высокие. Это, кстати, имеет довольно большое значение, потому что, ну, вот по опыту достаточно часто бывает, что как бы вот в паре, да, вот там, где вот мужчина и женщина, у обоих может быть диабет первого типа. Ну, потому что мы знакомимся там, где проводим много времени, то есть там на работе, на учебе, в кружках по интересам, в очереди у врачей, да, вот болезнь, так сказать, объединяет. Ну, в какой-то степени это, возможно, удобно. Всегда нужно стрельнуть, да, там, инсулиновую шприцручку или тест-полоску померить сахар, ну, или что-то такое. Но как бы у этого есть вот практическая значимость, что, к сожалению, ну, вот риск диабета в такой ситуации вот у детей несколько выше. То же самое с братьями, да, как бы сестрами, ну, и близнецами. То есть какая-то предрасположенность, конечно же, есть, ну, то есть, ну, в принципе, передается некая вот готовность иммунной системы к вот реализации этой вот иммунной агрессии против собственного организма. Но, к сожалению, предсказать четко, что вот у этого вот ребенка будет, а у этого нет, мы в какой-то степени не можем. Поэтому, ну, в любом случае, это, как я уже проводил аналогию, да, как встретить динозавра на улице. Оно либо случится, либо нет. При диабете второго типа, опять-таки, статистические данные, в принципе, то, что как бы вот мы можем подчеркнуть из разговора с человеком, ну, как бы это подтверждают, да, что, то есть, как бы если у человека есть диабет, то шанс того, что диабет второго типа есть у его родственников выше, да, и наоборот, что если у них есть диабет, то и у человека риски выше. Но, с другой стороны, опять-таки, такая же ситуация есть, если, в принципе, у партнера или у того, с кем живет человек, есть сахарный диабет, потому что, ну, как бы, так или иначе, вот мы навязываем, да, свой быт, свои стереотипы питания, пищевые привычки и так далее. Но, я думаю, опять-таки, многие с этим сталкивались, да, что там у каждого есть знакомый, который там вступал в брак, его масса тела обычно после этого, да, ползла вверх. В общем, вот, но если говорить в целом про генетику диабета, здесь возникает проблема, ну, как бы, потому что, безусловно, наше пищевое поведение, да, на, как бы, различные показатели обмена веществ, функция бета-клеток, функция жировой ткани, они, безусловно, регулируются огромным количеством генов, идентифицировано огромное количество в них мутаций, которые так или иначе влияют на вот все эти процессы, ну, да, там, как бы, их десятки тысяч, если и миллионы на подходе. Вот, но проблема в том, что индивидуальный вклад каждого из этих генов, ну, он весьма сомнителен, да, то есть, безусловно, есть отдельные типы диабета, где мы знаем там конкретный ген, который вызывает конкретную поломку в конкретном белке и вызывает конкретный тип диабета. Такое бывает, это встречается редко, но это, в принципе, и не считается диабетом второго типа. А при диабете же второго типа то, что, ну, как бы, есть в реальной жизни, да, например, вот эти вот генетические паспорта, которые, как бы, можно сдать, посмотреть, и где там смотрят там какие-то десятки генов, мутации, в которых там типа повышают или понижают риски на какие-то там тысячные доли процента, ну, это можно, да, но по большей части это носит такой коммерческий характер, то есть, ну, в реальной жизни, как бы, это особой роли не играет. Какие бы у вас здесь ни были мутации, ну, меньше кушать все равно придется в рамках диабета второго типа. Вот, соответственно, поэтому про диабет второго типа, безусловно, как бы, тренд на наследственную предрасположенность, он есть, но насколько, то есть, вне строгих лабораторных исследований, да, вне мышек или чего-то такого сказать точности, что мы передаем, как бы, особенности обмена веществ или же пищевое поведение, просто, как бы, да, нашим родственникам, ну, сказать однозначно достаточно сложно. Окей, следующие мифы, да, такие фаталистичные, да, что навсегда ли инсулинотерапия и навсегда ли сахарный диабет второго типа, в частности. Вот, ну, если говорить про первый тип диабета, да, как, опять-таки, мы уже проговорили, что он возникает из-за разрушения бета-клеток, и, к сожалению, к тому моменту, как глюкоза уже начинает повышаться на уровне диабета, да, то это означает, что большая часть бета-клеток уже разрушена, то есть, как бы, деваться некуда, и поэтому, к сожалению, все, что мы можем сделать в данной ситуации, это только назначить инсулин, поэтому, да, по крайней мере, на настоящий момент инсулинотерапия – это вот все, что мы можем предложить пациентам с первым типом диабета. При диабете же второго типа, да, давайте я отступлю на секунду от принципов доказательной медицины и ссылочек на мета-анализы, да, попробуем в стори-тейлинг, просто покажу вам пример, да, вот, как бы, недавно у меня на приеме была пациентка, да, как бы, не пугайтесь, сейчас, как бы, все объясню, вот, а она уже много лет, там, более 10 лет колола себе инсулин по поводу диабета, да, и вот как-то не убедила меня ее история, что у нее есть диабет первого типа, и ей прям нужен инсулин, поэтому, собственно, я, вот, ну, вот смотрите, что вот она себе там колола 28 единичек инсулина. Я, собственно, назначил ей там определенные таблеточки, да, будем без продукт-плесмента, я их заштриховал, вот, и, соответственно, в течение пары недель мы, как бы, с ней вот полностью отошли от, собственно, инсулина, и мы полностью его убрали, да, и глюкоза осталась на прежнем уровне. Я вижу, спасибо. И глюкоза осталась на прежнем уровне. Вот, ну, как бы, и удалось полностью уйти от инсулинотерапии, ну, как бы, и представьте, да, что это абсолютно разное качество жизни, да, то есть, что вот человек колол себе каждый день инсулин, да, измерял сахар и просто пьет таблеточки. Это абсолютно разное качество жизни, ну, и, на самом деле, такие истории достаточно часто встречаются, то есть, ну, ну, например, в амбулаторной практике диабет, я, инсулин, я чаще вот при втором типе отменяю, чем назначаю. Вот, и, соответственно, навсегда ли схожий вопрос диабет второго типа, здесь тоже, как бы, минутка сторителлинга, да, то есть, да, вот здесь вот у пациента, здесь страшное слово «гликированный гемоглобин», не пугайтесь, но, я думаю, слово «гемоглобин» всем известно, да, это вот то, что содержится в эритроцитах, да, вот в красных клетках крови, похожих на курагу, да, вот, которые переносят кислород. Так вот, здесь есть вот такой финт, что вот этот гемоглобин, он в какой-то степени связан с глюкозой в кровотоке, но вот степень в процентах его связывания, она, ну, грубо говоря, четко пропорциональна содержанию глюкозы в крови, ну, то есть, вот эта вот степень засахаренности, да, то есть, гликозилирования, и поэтому, а вот эти эритроциты живут примерно три месяца, поэтому на основании вот этого процентной связи глюкозы с гемоглобином мы косвенно можем судить о среднем уровне глюкозы за последние три месяца у человека. Поэтому здесь вот у пациента был средний уровень глюкозы, вот 17 ммоль на литр, то есть, как бы, у него был такой явный диабет, его, конечно же, сказали, что вот вам инсулин, вот таблеточки, вот греча, никакого сахара, вот, пожалуйста, вот так и будете жить. Он испугался, инсулин колоть не стал, таблетки пить не стал, но пищевое поведение перестроил. И, соответственно, он за год похудел, и без инсулина, без таблеточек, без регистрации, без СМС у него, как бы, глюкоза, как видите, уже вошла, ну, практически в норму, да, то есть, это уже не диабетический уровень, то есть, ну, как бы, по сути, вот, да, что иллюстрация примера того, что диабет навсегда или нет. То есть, как бы, ремиссия его возможна, поскольку в основе него лежит именно, ну, инсулинорезистентность на фоне, как бы, избытка жировой ткани в организме, а жировая ткань, ну, все-таки, в какой-то степени, вот, показатель варьируемый, он в наших силах. Вот. Ну, и, в принципе, на том, что в мире уже есть большое количество вот консенсусов, да, и, как бы, эксперты вот приходят к тому, что вот есть вот такое понятие ремиссия диабета, и она вот может быть достигнута. Вот. И последний миф, про который я сегодня хотел прокомментировать, да, что главное в лечении сахарного диабета – это контроль уровня глюкозы. Ну, в принципе, кажется логичным, да, что диабет сахарный, и, собственно, определение заболевания, что это повышенный уровень сахара, поэтому логично, что нужно его снижать. Ну, и, опять-таки, безусловно, как бы, это полностью логично в контексте данных статистики, ну, то есть, огромное количество исследований показало, что чем выше уровень глюкозы, тем выше риски и осложнений диабета, и смертности при этом заболевания. Вот. Но мы, как бы, все-таки тут за доказательную медицину, да, мы, как бы, все должны проверять в ходе контролируемых исследований. Такие исследования, конечно же, есть. В частности, вот, например, при диабете первого типа, да, ну, то есть, как бы, вот проводились исследования, где, собственно, одних пациентов лечили, ну, там, как придется, то есть, ну, вот, колят, инсулины колят, других в таком исследовании более интенсивно лечили, то есть, и пытались у них достигнуть уровня глюкозы, близких к нормальным, и оценивали риски осложнений. Ну, и, конечно же, тех, ну, как бы, кого лечили нормально, да, у них риски были меньше. Ну, это абсолютно интуитивно логично. Вот. Но, как вы помните, на диабет первого типа приходится меньшее количество случаев, и, соответственно, вот, интересно, что происходит при диабете второго типа. И вот, когда перенесли вот подобный дизайн исследований на диабетика второго типа, получили такие несколько контринтуитивные результаты, потому что вот в схожих по дизайну исследованиях, да, где одних лечили более интенсивно, да, других пытались достигнуть показатели глюкозы, близких к нормальным, особой-то разницы не получилось, да, то есть, вот, кривые смертности, как общие, так и вот болезни сердца, они практически не расходились. А есть отдельные исследования, в которых, наоборот, пациенты, которых лечили более интенсивно, стали чаще умирать, и такие исследования, как бы, закрыли, да, досрочно по этическим соображениям. Поэтому, ну, как бы, ну, и, в принципе, вот, почти все работы это подтверждают, да, что, безусловно, если у диабетиков второго типа, ну, очень высокий уровень глюкозы, эта смертность увеличивает, если, как бы, низкие, это, конечно, тоже не очень хорошо, потому что мы их перелечиваем, а вот если глюкоза, как бы, так, умеренно повышена, то от того, что мы просто ее снизим, ну, мы не очень сильно влияем на исходы у наших пациентов. Именно поэтому, как бы, сейчас уже разрабатываются другие принципиальные препараты для лечения диабета второго типа, которые не только снижают уровень глюкозы, но и имеют другие эффекты, которые влияют на исходы. А также еще, ну, как бы, здесь играет, ну, и, в принципе, главный вопрос, который здесь тогда возникает, а как же улучшить исходы у пациентов с диабетом второго типа? Ну, напомню, что в первую очередь они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, здесь важен контроль других факторов, которые увеличивают риски этих самых заболеваний, и которые, ну, как и логично предположить, также ассоциированы с избытком массы тела. В первую очередь это уровень давления и уровень холестерина. Вот, соответственно, и вот при контроле как высокого давления, так и повышенного уровня холестерина смертность при диабете как бы в большом количестве исследований четко было показано, что значительно уменьшается. Поэтому, ну, нельзя сказать, что прям, конечно, при втором типе диабета не нужно контролировать уровень глюкозы. Конечно, нужно, но просто, ну, если не больше, но не менее важным является контроль и других факторов риска. В первую очередь это уровень давления и уровень холестерина. Ну, опять-таки, да, знаете, по опыту, что, ну, по крайней мере, на амбулаторном приеме вот препараты от давления и от холестерина я назначаю чаще при втором типе, чем инсулин, например. Ну, и, в принципе, я к тому, что это все уже давно стало рутиной для врачей-эндокринологов современных, ну, и как бы и это все находится в свое отражении на исходах, по крайней мере, в цивилизованных странах. То есть, что если посмотреть, например, на тренд, от чего умирают пациенты с диабетом второго типа, вот на свежие данные, например, из Великобритании, то там, в принципе, вот тренд идет на уменьшение смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, и на фоне этого увеличивается, да, как бы смертность от онкологии, поскольку у каждого будет онкология, если он до нее доживет, и вот мы даем шанс, да, нашим пациентам с сахарным диабетом второго типа до нее дожить. Соответственно, это вот плюс-минус, как бы, вся информационная часть, поэтому давайте еще разок пройдемся по мифам, да, как бы, первое, что если есть много сахара, то будет ли диабет при первом типе? Нет, это не так. При втором типе, ну, формально, да, но, как бы, ну, не с сахаром, единым диабет можно наесть и всеми другими макронутриентами. Вот, в отношении того, передается ли он по наследству, в целом, да, как бы, есть вот тенденция к наследованию, но, как бы, именно ее значимость, она, как бы, весьма условна, поскольку при первом типе диабет, ну, все равно, грубо говоря, либо возникнет, либо нет, а при втором типе, да, мы это передаем, но, как бы, по сути, все, что пациент может, зная это сделать, это, как бы, контролировать, ну, вот, свой образ жизни и свою массу тела, ее нужно контролировать вне зависимости от того, есть у вас, ну, наследственность по диабету или нет. В отношении того, что инсулинотерапия навсегда при первом типе, к сожалению, да, при втором типе во многих случаях нет, есть отдельные ситуации, например, что там у пациентов, у которых не работают почки или очень тяжелая, там, сопутствующая ситуация, там, конечно, как бы, у нас не так много вариантов, но у подавляющего большинства пациентов у нас варианты есть, и их, к счастью, становится все больше. А диабет второго типа навсегда нет, то есть это принципиальный момент, да, что у него возможно достижение ремиссии у подавляющего числа пациентов, и, на самом деле, очень мало пациентов, как бы, слышат это от врачей, и, соответственно, как бы, да, они получают должные мотивации на изменение своего образа жизни. Ну, и что главное в лечении сахарного диабета, это только контроль уровня глюкозы, ну, у пациентов с первым типом, поскольку, собственно, у них нет инсулина, и главная же проблема, которая у них возникает, это повышенный уровень глюкозы, скорее, да, хотя и у них, да, поскольку они все-таки живут уже не как там сто лет назад, а гораздо дольше, со временем, как бы, тоже возникает потребность в контроле других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь артериального давления, да, повышенного, и повышенного уровня холестерина. И это же четко применимо к пациентам с диабетом второго типа, при которых, ну, скорее все-таки, ну, то есть, если не большую, то такую же значимость играют вот другие факторы риска, то есть, еще раз, повышенный уровень давления, да, и холестерина. Вот, ну, и, соответственно, есть, конечно, еще огромное количество других мифов, о которых мы не рассказали, но, может, еще сегодня поговорим, но мой ответ на большинство из них, да, уж не сочтите за фэдшейминг, да, что есть меньше, все равно придется. На этом моя информационная часть, да, завершается. Переходим в следующий. Да, а мы сейчас посмотрим результаты голосования, как проголосовали наши зрители, ну, и, как видим, большинство, сочло, что ничего не поменяется. Зря читал лекцию, и так уже все все знают. Ну, наверное, все-таки у вас было еще кое-что содержательного, вот, но я боюсь, что сейчас, да, классные мемчики, классные мемчики, но сейчас они вам не помогут, потому что... Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Ольга Деревянко, кандидат медицинских наук, главный эндокринолог сети клиников и МИНА, заведующий отделением эндокринологии и метаболических нарушений. У вас 10 минут. Прошу. Спасибо. Александр Иванович, очень много упрощений, конечно, было. Вы сделали дисклеймер, но есть вещи, которые мою эндокринологическую душу задели до невозможности. Давайте к этому вернемся. В первую очередь мы на мероприятии «Ученые против мифов». И говоря о сахарном диабете, вы упомянули, что чаще всего и больше всего у нас когорта пациентов с сахарным диабетом второго типа. И с самого начала, говоря о критериях, уровень сахара в крови 7 ммол на литр и выше. Но ведь сахарный диабет второго типа не возникает молниеносно. Ему обычно предшествует несколько лет гипергликемии, то есть повышение уровня сахара в крови до определенных пределов. И важный миф, что многие думают, что сахарный диабет обязательно сопровождается с определенными жалобами. Это жажда, ночное мочеиспускание такое изнуряющее. И вот хотелось бы обратить внимание наших слушателей на то, что, во-первых, сахарный диабет второго типа начинает развиваться задолго до того момента, как сахар в крови начинает повышаться, тем более до 7 ммол на литр. И нормой является уровень сахара в крови по данным Всемирной организации здравоохранения, клинических рекомендаций до 6 ммоль включительно. А в некоторых странах даже более низкие значения, до 5-6, уже тогда доктора рекомендуют обследование на предмет скрытого диабета, на предмет нарушенной толерантности к глюкозе, то есть предиабетических состояний. Почему меня так это взбудоражило? Потому что предиабет – это та ситуация, когда мы можем вернуть полностью до нормы, в пределы нормы уровня сахара в крови и действительно избавить пациента от диагноза сахарный диабет второго типа. Что касается мифа, что сахарный диабет второго типа навсегда, и это все-таки миф, но мы будем говорить о том, что диагноз остается. Да, возможно, ремиссия, но опять же не для всех пациентов. И здесь мне хочется перейти ко второму важному моменту. Это наследственность для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Очень много вы сделали таких акцентов на том, что это все-таки образ жизни, это индекс массы тела. Встречались ли в вашей практике пациенты с сахарным диабетом второго типа без избыточной массы тела? Да, большое спасибо, Ольга Сергеевна. Еще ваши предыдущие комментарии я тоже отвечу. Я безусловно согласен, что важной проблемой является как скрытые формы диабета, так и преддиабет. Я косвенно об этом упомянул, говоря о том, что адаптационные резервы нашего организма достаточно обширны. То есть человек очень может долго ходить с таким субклиническим стертым состоянием. И безусловно, да, и в этом большая проблема, что сахара не болят. То есть к тому моменту, как уже возникают все эти симптомы, про которые пишут в интернете, про которые сказала Ольга Сергеевна, ну, конечно, это уже при выраженной гипергликемии. А про ваш второй вопрос в отношении того, что встречал Ильянов? Безусловно, встречал. То есть, конечно, есть случаи диабета второго типа без прямо именно ожирения по тому, как мы его классифицируем. Вот индекс массы тела больше 30. Но с другой стороны, ну, как бы просто там, ну, конечно же, есть, я это все примитизирую, есть и другие компоненты, которые влияют. Там снижение функций бета-клеток, возможно, да, и там, и что-то еще. Но смысл-то в том, что как бы с практической точки зрения все, на что мы можем повлиять, ну, как бы так или иначе, это именно питание пациента, образ жизни, да, как бы и все остальное. На самом деле, вот пару недель назад вот там было опубликовано исследование, что даже у пациентов, у которых нет ожирения, то есть у них есть просто избыток массы тела, снижение у них массы тела все равно уменьшало вот риск, ну, то есть способствовало ремиссии достижения диабета. Да, но нельзя не сказать о том, что есть цулинорезистентность у людей с идеальным индексом массы тела, у спортсменов, у людей, которые не имеют никаких отклонений по самому строгому биоимпедансу, и у них есть, к сожалению, диагноз сахарный диабет второго типа, да, при том, что они питаются так, как нам с вами не снилось, да, по всем правилам что-то среднее между ДАШ, средиземноморской и гарвардской тарелкой. То есть это абсолютно не в 100% случаев далеко, да, это прекрасная мотивация для наших пациентов, но мне не хотелось бы создавать иллюзию того, что это возможно для каждого, потому что такие пациенты часто очень мотивированы, которые не имеют избытка, да, и повышенного индекса массы тела, они очень мотивированы, и они очень стараются делать все, что касается образа жизни. И говорить о том, что ремиссия, возможно, для каждого, если мы соблюдаем определенные рекомендации, но это, да, заведомо вводить в заблуждение. Мне хотелось бы вот эти моменты разграничить, сказать, что, конечно, для людей с морбидным ожирением, с индексом массы тела в целом больше 30, да, с диагнозом ожирения, безусловно, будет улучшаться гликемический контроль, если будет происходить снижение веса. И лучшие липидограммы, и все это так и есть. Но, к сожалению, здесь упрощение в фотогенезе сахарного диабета второго типа просто могут вводить в заблуждение большое количество наших пациентов и проводить их к расстройствам пищевого поведения уже совершенно другого плана. Нет, я с вами, безусловно, согласен, что, ну, так сказать, абсолютизация всего в медицине, конечно же, неприемлема, но я и не говорил, что у каждого диабетика второго типа как бы может достигнуть ремиссии, да, если ограничить потребление конфеток, то есть, ну, она просто может быть достигнута. И мне необходимо об этом сказать. Ну, как бы, потому что я, ну, на самом деле, очень часто встречаю в практике, что, как бы, сама идея, что диабет, что диабет, как бы, может уйти в ремиссию и не требовать инсулина или медикаментозной терапии, как бы, что пациенты не знают этого. И, на самом деле, как бы, этого и не знают многие врачи, ну, не эндокринологи, да даже эндокринологи порой упорствуют в этом. То есть, ну, как бы, вот поэтому сама идея того, что с этим можно сделать что-то, да, как бы, ну, и это может быть таким мощным мотивирующим фактором, ну, как бы, должна быть донесена. Упорствуют, да, они в отношении того, что мы не можем сказать, что сахарный диабет второго типа — это навсегда, это миф в таком случае. Это навсегда, но он может быть в ремиссии. И человек должен быть информирован о том, что он крайне высокого риска по возвращению этого заболевания, да, потому что гипергликемия будет прогрессировать. Мы будем видеть улучшение первый год-два, но мы с вами прекрасно знаем, да, что функция бета-клеток с течением лет все равно снижается, и рано или поздно, к сожалению, да, как бы наш пациент не соблюдал все рекомендации, вероятность того, что гипергликемия, то есть повышенный сахар в крови, вернется, и нужно будет интенсифицировать вот эти наши вмешательства, она велика. Поэтому я вообще по жизни очень большой оптимист, но сегодня моя роль, да, это вредный оппонент, и мне хочется на этом сделать акцент. Для людей это такое социально значимое заболевание, сахарный диабет второго типа. Наверное, у каждого из нас есть, ну, как минимум, родственники с этим заболеванием. Поэтому, да, достижение ремиссии возможно, но сказать, что мы снимаем этот диагноз и забываем о нем навсегда, ремиссия есть ремиссия, которая требует постоянного наблюдения, знания факторов риска, кратность этих наблюдений, определенных обследований, и, ну, то, о чем мы с вами сказали. Нет, а можно тогда встречный вопрос, Ольга Сергеевна? Нет, нет, я с вами полностью, ну, как бы согласен, я об этом и сказал, что, то есть, возможно, именно достижение ремиссии заболевания, да, то есть, безусловно, если, как бы, человек уже, ну, Слайд, мне кажется, что это миф, что сахарный диабет – это навсегда, и он у вас попал на слайд, что это миф. Мне бы не хотелось, чтобы это отложилось в головах наших зрителей, что это миф. Это навсегда, но, возможно, наступление ремиссии длительной, вопрос, насколько стойкой, да, мы здесь, наверное, обсуждать не можем, но длительный, но требует однозначно наблюдения таких пациентов в течение всей жизни, причем достаточно регулярного, и, возвращаясь к тому, что какие-то клинические проявления мы здесь тоже не можем на это опираться. Нет, безусловно, я с вами согласен, ну, как бы, и на заключительном слайде, как бы, где я подводил резюме, у меня было сказано, что может быть достигнуть ремиссии, ну, то есть, и, безусловно, как бы, ремиссия – это отсутствие, ну, вернее, это поддержание должного уровня глюкозы без инсулина и медикаментозных препаратов. Нет, я у вас хотел, ну, как бы, если можно, встречный вот тогда вопрос, нет, я, безусловно, согласен, что, если сам факт у человека возникал диабет второго типа, и, как бы, он достиг ремиссии, это абсолютно, ну, другая ситуация по сравнению с человеком, у которого никогда не было диабета, потому что система уже была, ну, так сказать, скомпроментирована, да, и поэтому в такой ситуации мы, например, как бы, пишем в диагнозе, что диабет в ремиссии, да, а если у пациента было ожирение… Получается, что сахарный диабет с этим пациентом навсегда, мы ему оставляем эту диагноз со словом ремиссия, да, простите. Ольга Сергеевна, можно, пожалуйста, я задам вопрос, соответственно, нет, вот мне просто интересна ваша позиция, то есть, а если у пациента было ожирение, и он похудел, вы оставляете в диагнозе ожирение в анамнезе? В диагнозе нет, да, но у нас есть определенные правила, которые касаются сахарного диабета, как диффузно-токсический зоб, да, мы будем большинству пациентов оставлять это в диагнозе, потому что мы понимаем, что антитела к рецептору ТТГ будут сохраняться, и вероятность, да, того, что, например, возникновение эндокринной офтальмопатии у такого пациента в течение жизни есть, хоть и меньше после радикального лечения. Это разные вещи, то, о чем мы говорим, да, в контексте именно заболеваний сахарного диабета второго типа. Нет, ну я имею в виду, что как бы, ну вот… Так можно говорить и в анамнезе, да, и гастрит в анамнезе, который был пролечен. Нет, ну я, нет, я здесь имею в виду, что как бы, ну формально, вот если человек был с ожирением и похудел, ну то есть ожирение… Нет, диагноз ожирения ставится, да… Снимание, на основании индекса массы тела. Диагноз диабет ставится на основании уровня глюкозы, более 7 мм на литр или гликированного гемоглобина. Или случайного определения, да, но у нас есть, кажется, у нас есть намек, а у меня был еще один важный вопрос, да, отвечая на вопрос, что диагноз ожирения, конечно, да, мы убираем, как только индекс массы тела нормализуются, но сахарный диабет второго типа, так же, как и диффузно-токсический зоб, в диагнозе мы оставляем именно потому, что мы должны обратить внимание как самого пациента, так и коллег, которые увидят наше с вами заключение на то, что это пациент высокого риска, за которым мы должны обязательно следить. Пожалуйста, один короткий вопрос. Нет? Короткий ответ. Как вы объясняете, вы показали, что пропуск завтрака увеличивает вероятность сахарного диабета второго типа, как вы сами думаете, или по ожирению, какой был слайд, да, что это прям попало в тоже такую шкалу, что это прям такой серьезный фактор риска. Как вы сами это объясняете, считаете ли вы так на самом деле, потому что не хотелось бы вводить опять же в заблуждение наших зрителей. Давайте это коротко обсудим. Ну, если очень коротко, то я считаю, что никакого, конечно, глубокого биологического смысла в пропуске завтрака, и что это увеличивает риск диабета, не нужно, как бы и специально завтракать во имя, да, борьбы с диабетом не нужно, да, но я считаю, что скорее это, ну, как бы больше такие организационные моменты, что скорее всего те, кто люди, которые пропускают завтраки, они в целом менее организованно подходят, ну, к своему пищевому поведению и просто больше съедают в другое время суток. Спасибо большое. Не хотелось бы, да, просто, чтобы дополнительный прием пищи, если человек к нему не привык, и мы как будто бы рекомендуем ввести экстра прием пищи для того, чтобы улучшить контроль за сахарным диабетом. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. А зрители, я попрошу сейчас оценить нашего вредного оппонента. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Поголосуйте, как вы оцениваете вредность Ольги, была ли она добрым другом, Александру, может быть интересным собеседником, мастером каверных вопросов, а может быть настоящей грозой. Проголосуйте, пожалуйста. Должен быть еще вариант, что все сразу. Да, или все сразу не получится. Вот посмотрим, потому что сегодня мы в конце дня будем выбирать самого вредного оппонента. Результаты голосования мы только в конце узнаем? Нет, результаты мы узнаем сейчас, но потом будет оценивать других оппонентов, и они могут быть более вредными, чем вы, имеете в виду. Спасибо, вам сейчас подарки от форума «Ученые против мифов». Друзья, голосуйте, а мы переходим к вопросам зрителей. И у нас есть вопрос, который зритель задает с помощью видео. Пожалуйста, включите. Здравствуйте, меня зовут Косилов Сергей, и у меня вопрос к Александру. Сегодня в широкой продаже распространились уже совсем недорогие генетические тесты, коммерческие, которые многое могут рассказать о человеке, начиная с происхождения и заканчивая предрасположенностями к серьезным заболеваниям, включая диабет. Насколько стоит доверять той интерпретации результатов, которые публикуются в этих отчетах? И будут ли эти отчеты в этой форме полезны практикующим врачам и генетикам, к которым пациент обращается со своими жалобами? Спасибо. Так, ну, отвечая на вопрос Сергея, безусловно, вот такие генетические паспорта сейчас крайне распространены, ну и, возможно, там на основании их результатов вы там можете узнать, что были ли у вас там родственники египтяне, да, или там последователи пингвинахатепа, но в отношении именно как бы реальной практической медицины и диабета второго типа, в частности, ну, я уже там показывал даже пример подобных генетических тестов, ну, особого и прямо вот клинического смысла на настоящий момент вот в реальной практике это не имеет, это больше такая коммерческая составляющая. Повторюсь, есть отдельные виды диабета, при которых известны отдельные вот гены, и там это играет роль, но это очень редкая история, то есть, ну, и она обычно не входит вот в те именно генетические паспорта, так что по большей части это не имеет смысла и носит такой коммерческий характер, ну, или любознательный. Спасибо, Александр. Поскольку вы согласились на Блиц, то сейчас у нас будет такая история, в течение трех минут я буду задавать вам вопросы и прошу вас максимально лаконично отвечать. У нас предыдущий рекорд был, по-моему, 13 минут. Посмотрим. 13 вопросов. 13 вопросов за три минуты. То есть можно одним словом? Ну, если это будет исчерпывающим ответом, то да. Можно жестами, танцем, как хотите. В египетском стиле, я понял. Ну что, поехали. Вопрос от Алины Глушко. Может ли диабет в течение жизни то появляться, то исчезать? Например, при первой беременности глюкозотолерантный тест показал положительный результат, повышенный уровень глюкозы, при второй отрицательный. Да, конечно, может, но то есть это в контексте примерно вот того, о чем мы говорили, то есть что все-таки в основе как и диабета второго типа, так и гистационного диабета, хотя там с другими факторами лежит инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность пропорциональна содержанию жировой ткани в организме и, соответственно, как бы если, ну вот, грубо говоря, вы варьируете, то есть и у каждого человека есть, ну, как бы условное вот свое пороговое значение при достижении вот массы тела определенной, как бы диабет может возникнуть и, соответственно, если как бы ее снизить, то может вот именно показатели глюкозы на уровне диабета уйти. Так что да, такое, конечно, возможно. Роман Штро спрашивает, что происходит с уровнем глюкозы при диабете Т1 на силовых тренировках? В интернете очень много противоречивой информации. Ой, ну, в целом, ну, нет, в рамках, в принципе, как бы на силовых тренировках глюкоза чаще всего повышается, но как бы это все варьирует. Там вот было одно интересное отдельное исследование именно на пациентах с первым типом диабета, как силовые тренировки у них влияли на показатели глюкозы и во время тренировки в течение суток. Там как бы было что-то, что если там тренировки проводятся по утрам, то потом чаще возникает повышенный уровень глюкозы, если во вторую половину дня, то чаще бывает гипогликемия, поэтому там авторы рекомендуют, что если вот у пациентов тенденция к гипогликемии, то лучше делать по утрам и наоборот, как бы во вторую половину дня, но это все как бы так очень-очень эмпирически подбирается. Вопрос от Екатерины Самойловой. Есть ли вред от синтетических подсластителей, когда же в массовом доступе появятся низкокалорийные сладости и выпечка? Ну, в какой-то степени в доступе они есть, да, в различных магазинах здорового питания. Нет, ну, а вот этими искусственными подсластителями глобально там довольно часто пугают, что у них там есть там всякие токсические эффекты, что они там влияют плохо на микробиоткишечник и всякое такое, то есть ну, в какой-то степени возможно это и так, но их потенциальная польза для снижения массы тела, она превышает риски, поэтому как бы, ну, если вы уж совсем без этого не можете, но вы можете на это перейти, то есть, ну, кола-зеро будет полезнее, чем обычная кола, и большое количество исследований это подтверждает, что при переходе на искусственные подсластители это улучшает ситуацию с массой тела, и с диабетом, и с другими параметрами. Анна Петракова, нужно ли нам сладкое как таковое, или можно себя от него отучить без вреда для здоровья? Ну, прям как бы биологической потребности, кроме психологической, как бы особой-то, конечно, нет, поэтому, то есть, ну, если человек просто не будет есть сладкое, ну, он точно не умрет, поэтому я думаю, что если вы можете себе это позволить, то как бы это будет очень хорошо, я вот, например, не могу. Вячеслав Кузнецов, расскажите, пожалуйста, что вам известно о российских инсулинах, есть ли перспективы импортозаместить хумалок и лантус? Ну, есть, ну, как бы не то, что перспективы, они в какой-то степени, да, вот, хумалок и лантус зазамещены. Продолжайте, продолжайте. То есть, я к тому, что, ну, это есть, ну, то есть, ну, как бы там часто вот наши инсулины ругают, ну, как бы они есть, и это, ну, как бы точно не физраствор, они работают, я, ну, как бы их к ним имел довольно близкое, так сказать, отношение на этапе, да, вот их их тестирования, вот, но здесь, как бы, безусловно, есть большое количество других проблем, как бы, кроме самой разработки, поэтому, ну, потому что, ну, понимаете, одно дело создать молекулу и доказать, что она эквивалентна, другое дело ее масштабировать на огромное производство, да, на миллионы людей, и, соответственно, там дальше возникают проблемы с логистикой, с транспортом, с хранением и прочим. То есть, вот с этим могут быть проблемы, которые могут снизить качество, как бы, инсулина на этапе уже его потребления, но глобально такая перспектива есть, ну, и препараты доступны, то есть, ну, как бы, в кетоацидоз никто на них не впадет. Да, блиц у нас закончился, 4,5 вопроса примерно. Сейчас уже, так сказать, не блиц, но, тем не менее, призываю отвечать лаконично, что вопросов много. Окей. Спрашивает великий дизайнер, можно ли поддерживать сахар у диабетика первого типа на уровне 3,3 ночью без инсулина, или это чревато последствиями? Без инсулина нельзя. Ну, поскольку у диабетиков первого типа не вырабатывается свой инсулин, если они его вообще не будут водить, то, как бы, ну, у них будет гипергликемия. Карл Август Аванти спрашивает, предпринимались ли попытки контролировать сахарный диабет первого типа при помощи селективных иммунодепрессантов? Да, конечно, предпринимались и продолжают предприниматься, то есть, как бы, есть, ну, собственно, два вида работ в отношении этого, то есть первое, что поймать людей, у которых, ну, как бы, вот уже есть вот аутоантитела к собственным бета-клеткам, да, и к другим структурам, которые и вызывают их разрушение, то есть поймать, когда еще антитела есть, но бета-клетки еще живы, и назначить на это иммуносупрессивную терапию. Или же, ну, речь идет о использовании там стволовых клеток, да, по типу искусственной поджелудочной железы и последующей иммуносупрессии, чтобы вот эти ткани функционировали. Такие работы есть, но, как бы, это все, как бы, пока что на уровне теории, то есть там есть одни более удачные молекулы, менее удачные, такое есть, но именно в рутинной практике, да, ну, то есть то, как вот мы лечим сейчас под пациентов, это не используется. В отношении диабета первого типа гораздо более перспективным и, скорее всего, как бы, это наступит раньше, чем искусственная поджелудочная железа. Это искусственная поджелудочная железа, то есть это системы, где используют инсулиновые помпы и системы определения уровня глюкозы и там, как бы, формируют между ними вот петлю обратной связи, то есть одновременно объединяют в устройство помпу и сенсора для определения глюкозы, как бы, и вот который сам вот имитирует действие поджелудочной железы. Вопрос от Николая Тужилина. Какой кристалл победил на сегодня в производстве инсулина? Природный, свиной или синтезированный генноинженерный? Ну, конечно, генноинженерный, поскольку практически все инсулины, которые мы сейчас используем, это аналоги инсулина, то есть это, как бы, уже модифицированная молекула нашего родного инсулина, которой мы придали некие дополнительные свойства, чтобы она, наоборот, быстрее работала или медленнее работала, то есть, как бы, поэтому, конечно, синтетически… Производится бактериями, да? И грибами. Грибами. Анна из Томска. Какие инфекционные заболевания, перенесенные в раннем детстве, приводят к диабету? И как часто это происходит? Ну, как часто это, вот, знаете, 0,4% в общей популяции. Вот, какие конкретно, то есть, там огромное количество вирусов, то есть, гриб, коксаки, парвовирусы, то есть, как бы, очень большое количество вирусов, но сказать, вот, какой конкретно был у конкретного человека, что вот у этого ребенка в возрасте 7 лет возник диабет, потому что он, там, переболел 15 октября 2015 года, и поэтому вот у него диабет, мы, к сожалению, не можем. Вопрос от Дениса Рассказова из Нового Уренгоя. Я правильно понял, что нормализация веса – это максимально снижает риск получить диабет. Какие параметры веса считаются минимально опасными с точки зрения получить диабет? Ну, в целом, в большинстве работ считается, что снижение массы тела на 5-7-10% от исходного уже сопровождается значительным изменением, значимым изменением уровня глюкозы. Ну, как бы, то есть, не то, что максимально снижает, но просто из того, что вот обычный человек может в своей жизни сделать, чтобы снизить риски диабета или уже, как бы, попытаться побороть имеющийся, это снизить массу тела. Как бы, прям вот к какой-то конкретной отрезной точке, там, соотношение, там, массы тела в килограммах к окружности талии, как бы, вот, чтобы вот именно вот как пороговое значение, которого нужно достичь, условно, такого нет. Ну, то есть, как бы, в целом, как бы, вот, чем меньше, тем лучше. Дарья из Москвы спрашивает, с какими источниками стоит еще познакомиться для ликбеза по теме диабета? Ну, слушайте, я думаю, таких источников, ну, в интернете довольно много. Есть большое количество школ диабета, как вот в крупных диабетических центрах, так и в крупных больницах, в некоторых, как бы, частных центрах, где можно вот получить адекватные консультации. Ну, то есть, именно, есть большое количество пособий, видео на ютубе вот у таких вот школ. Вот, поэтому дефицита информации о диабете, в принципе, это особо и нет. Вопрос от Дениса Рассказова снова. Насколько часто ошибочно ставят диагноз сахарный диабет? Что врач должен проверить, чтобы убедиться в правильности диагноза? Ну, как мы уже смотрели в определении, диабет – это стойкое повышение уровня гликемии, да, соответственно, более 7 мм натощак, более 11,1 в случайной точке или в тесте и более 6,5% при гликированном гемоглобине. Очень часто ошибочно ставят диабет, посмотрев одну точку, да, то есть, ну, я к тому, что вот получив одно значение и сразу же ставят диабет и как бы и назначают соответствующую терапию. Или же в неправильных условиях. Или еще достаточно часто в нашей практике встречаются ошибочные диагнозы диабета, например, что если пациентам делают специальный тест с нагрузкой глюкозы, где вот дают выпить 75 г глюкозы и потом в норме должны смотреть уровень глюкозы через 2 часа. А чаще как бы смотрят еще там через час, через 30 минут, через полтора часа. Если там хоть где-то там что-то превышает там условные выдуманные нормы, то ставят диабет. Или же, например, диабет могут поставить на основании повышенного уровня инсулина при нормальном уровне глюкозы и вот запугать человека и тоже назначить там ударную батарею БАДов. Вот такое встречается довольно часто. Поэтому в целом еще раз, что вот есть четкие критерии диабета и такие значения должны быть получены неоднократно, то есть как бы хотя бы два и лучше с интервалом в какое-то время, если нет острых признаков диабета. То есть это вот то, о чем пишут в интернете. Резкое снижение массы тела, жажда, частые мочеиспускания и так далее. Дарья из Москвы спрашивает, если можно, коротко мнение эндокринолога о кето-диете. Коротко, ну для снижения массы тела она работает так же, как и любая другая диета. Ну то есть как бы именно для снижения массы тела при одинаковом калораже плюс-минус как бы вы снизите так же. Ну просто ее довольно проблематично придерживаться в долгосрочной перспективе, а так именно как бы в целом не показано ни в одном исследовании преимущество кето-диеты по сравнению с любой другой. Лиса А спрашивает. Слышала, что если рождается крупный ребенок весом более 4,5 кг, то это следствие гестационного диабета матери. Так ли это? Да, ну во многих случаях это действительно так, что вот рождается крупный плод, все радуются, что вот родила богатыря. Но как бы на самом деле да, вот это по-умному называется макросамия, то есть макросамия это один из возможных последствий гестационного диабета. Дарья Корзухина. Диабет возникает только у млекопитающих? Хороший вопрос. Ну я думаю, что какие-то аналоги есть и у немлекопитающих. У пауков. У нас сегодня будет доклад про пауков. Вот давайте спросим, проведем консилиум. Просим. С привлечением нескольких специалистов. Елена Малинкина. Проходила информация об исследованиях, показывающих, что ротовирус может включать диабет первого типа прежде всего у детей. Действительно такая связь возможна или это фейк? Ну вот прям вот конкретную работу с конкретным ротовирусом и конкретным его штаммом затрудняю сказать. Такое в принципе может быть. Все такие работы просто в силу ограниченности и небольшого числа случаев подвержены эффекту бутылочного горлышка. Поэтому в конкретной работе могла быть вполне показана взаимосвязь. Другой ее могло не быть, но как бы тренд, что в целом глобально вот вирусные инфекции могут запускать вот такую историю. Но это не означает, что если там ваш ребенок перенес ротовирусную инфекцию, у него будет диабет. Злотник Дарена спрашивает. Является ли сахарный диабет провокатором заболеваний, не связанных с недугом напрямую? Были ли исследования на эту тему детей, у матерей, которых был гестационный сахарный диабет? Это, по-моему, два разных вопроса. Если отвечать на первый, то, безусловно, если не напрямую, то косвенно сахарный диабет влияет практически на любое заболевание, абсолютно даже не связанное, не с болезнями сердца, даже, например, с гинекологической патологией, с эндометриозом или с чем-то таким. Поэтому так или иначе, да. На второй ответ, к сожалению, да, такое тоже было показано, что дети, матерей, у которых был гестационный диабет, у них, ну, как бы, больший тренд на, вот, опять-таки, заболевания вот такими, на риски развития метаболических заболеваний того же диабета в частности. Вопрос от Евгении Лысаковой. Каковы биотехнологические перспективы в лечении инсулинозависимого диабета? Ну, косвенно я про это сказал. То есть, безусловно, что в каком-то, да, в прекрасной медицине будущего мы можем, как бы, достичь технологий, позволяющих нам создавать аналоги искусственной, там, поджелудочной железы, и, как бы, чтобы она приживалась и поддерживалась ее работа с помощью, как бы, адекватных препаратов, которые оказывают иммуносупрессию, или же вмешиваться до разрушения бета-клеток при уже имеющейся иммуносупрессии с помощью препаратов. Но пока что это удел исследований. В реальной жизни такого нет. И я уже сказал, что, на мой взгляд, гораздо раньше появятся адекватные, ну и более совершенные, и главное, что доступные широкому кругу пользователей искусственные поджелудочные железы. То есть, это вот смесь помпы и сенсора. Вопрос от Марии Поляковой. Насколько перспективно и эффективна трансплантация поджелудочной железы? Есть ли данные о регенерации поджелудки? Есть ли эффективная терапия при билиарном панкреатите? Ну тут сразу… Да, нет, ну, как бы, косвенно. Я на это уже ответил, что, как бы, попытки по трансплантации, как бы, и там с помощью стволовых клеток, они, как бы, ну, очень много таких исследований на мышках отдельные. Даже от свиней там, если я не ошибаюсь. Отдельные есть на людях. Ну, то есть, я к тому, что такие работы есть, и там, ну, как бы, добивались, что вот у них там вырабатывается инсулин, но с течением времени всё равно он там, ну, как бы, его собственная продукция сходит на нет, а всё-таки нужно понимать, что иммуносупрессивный препарат — это не витаминки, и у них есть свои побочные эффекты, и не факт, что пока что, по крайней мере, их потенциальная польза того, что они позволят сохранить в функционирующем состоянии бета-клетки, превышает риски. Вот, поэтому я думаю, что это всё вот пока что очень так спорно. Про билярный панкреатит, то есть, там, как бы, смысл в том, что из-за вот заболеваний, как бы, связанных с желчьотоком, разрушается поджелудочная железа, и в том числе и бета-клетки, ну, то есть, по сути, это такой же диабет первого типа, ну, то есть, как бы, поэтому здесь примерно такая же логика и работает. Ещё много вопросов, но сейчас осталось время только на то, чтобы выбрать лучший вопрос. Может быть, вы отметили какой-то из вопросов, который достоин сходу лучших? Ну, или я могу вам напомнить, что было? Ну, многие вопросы, ну, как бы, были достаточно схожими. Мне запомнился всё-таки про мне млекопитающих, потому что я, да, на него авторитетно не ответил. Вопрос Дарьи Корзухиной про диабет у млекопитающих. Дарья Корзухина получает книгу «Всё возможное, как врачи спасают наши жизни» от издательства Alpina Nonfiction. Сейчас давайте посмотрим на результаты оценки вредного оппонента. Посмотрим, посмотрим. Покажите, пожалуйста. Ну, вот большинство оценили Ольгу как мастера каверзных вопросов. Неплохо, неплохо. Нам остаётся вручить вам подарки. Значит, это вот такие замечательные деревянные дипломы. Это фигурка Пингвахатепа, напечатанная Павлом Красновым в её студии. Артефакт, она в том числе снижает сахар в крови. Буду как-то, да, буду пациентов лечить. Деревянные блокноты от нашего партнёра, от волонтёров приюта «Печатники» в лице компании «Геда Колор». И сувениры от магазина принтов и гаджетов «Ген.ру». Это всё вам. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. По мотивам вашего выступления. Он, кстати, будет на последней странице блокнотика, который вам подарят. Можете потом посмотреть. Вендли, уважаемые коллеги, которые мы с вами помним, по очень многим ролям, но вот унесённый ветром в первую очередь, и вот трамвай «Желание» Тэмити Уильямса. Кстати, у Тэмити Уильямса тоже было библиотное расстройство. А вот вы, слушайте, а вы точно мужчина, если вы так вот считаете, не опасный для вас? Нет, конечно, для вас опасно. Могу просто семью увезти, но не более того.